АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Очень приятно быть здесь, в Москве. Используя термонологию предыдущей презентации, я скажу, что про зюка-козяк разговаривать не буду, но пару фишек интересных покажу, постараюсь. Перед тем, как начать презентацию, мне хотелось бы узнать в аудитории людей, относящихся к архитектурно-строительной сфере. У нас много в аудитории? Кто-нибудь поднимите руки, если кто-то относится к архитектуре, строительству или дизайну вообще. Замечательно. Значит, буду ориентироваться в презентацию в таком роде. В презентации называется архитектура, строительство и образование. То есть и конкретно применение виртуальной реальности в области архитектуры, строительства и образовательных различных модулях для преподавания архитектуры и строительства. То есть вы видели первую презентацию и видели, что виртуальная реальность может быть применена в различных областях. Здесь будет презентация о конкретной сфере. Перед тем, как начать разговаривать уже о конкретных проектах, я бы хотел рассказать об эволюции модели. То есть вы все знаете наверняка двухмерные чертежи. Наверняка у всех черчения было в школе, все чертили на бумаге, точили карандаши и так далее. То есть существует подобного рода программное освещение, которое помогает тебе, имитирует процесс черчения чертежа на бумаге. Будь то там автокадли, какие-то любые другие программы освещения, но ты чертишь линии на бумаге. То есть такого рода чертежи были стандартом. До сих пор часто стандарты, когда вы перед тем, как построить здание, у вас вот такого рода документация приходит. Во многих зарубежных странах, и в России в том числе, сейчас более чаще переходит к 3D-моделированию, которое позволяет вам увидеть все это в пространстве и скоординировать различные элементы здания в пространстве. И дальше уже происходит более интересный шаг. Это когда уже в 3D-модели, которые в принципе все понимают, то есть это пространственное представление, к каждому элементу модели можно присвоить какие-то атрибуты, какую-то информацию. То же самое, как в первой презентации говорили о том, что человеку, на человека можно нажать и получить информацию, чем он занимается в компании. То есть так же на элемент в здании модели можно нажать и узнать информацию, какого рода это балка, какого рода это стена и так далее. То есть таким образом, к примеру, зачастую в строительной, архитектурно-строительной индустрии используются термин четырехмерное моделирование, это когда у вас ваше расписание, то есть время, используется как четвертое измерение, и этот атрибут присваивается конкретному процессу, то есть этот процесс присваивается конкретному элементу геометрии. Получается четырехмерная модель. Вот здесь, к примеру, если вы видите, это один из проектов в Балтиморе. Здесь четыре слайда, но так или иначе это может быть полностью анимация, которую можно просмотреть, просимулировать перед тем, как построить здание, просмотреть, отработать все возможные варианты постройки его. То есть таким же образом каждому элементу геометрии можно присваивать дополнительные атрибуты, будь то себестоимость, материал и тому подобное и так далее. То есть, соответственно, создается информационная модель здания. Информационная модель здания закончилась, теперь мы говорим об эволюции медиа-носителя. То есть, когда мы уже говорили, на бумаге у тебя на бумаге может быть двухмерная модель, также вы можете распечатать трехмерную модель, но эта все равно будет на бумаге, она все равно будет двухмерная. То есть будет 3D-картинка, но она будет все равно двухмерная. Если мы рассматриваем уже компьютер, где вы можете повернуть, посмотреть, то есть у вас уже носитель, который позволяет вам видеть вещи в 3D. И более, уже следующий этап, это так называемые большие экранные лаборатории, либо же вы наверняка все были в кинотеатрах, IMAX-театрах, где стереоэкран, да? То есть где вы чувствуете свое присутствие внутри и пространство этого. То же самое можно сделать, создав, условно говоря, загрузив модель в тот же самый мини-IMAX-театр и походить по зданию, посмотреть, где что находится, скоординировать различные системы инженера здания перед тем, как его построить. Соответственно, многих проблем и многих конфликтов, которые возникают обычно в процессе строительства, можно сбежать, потому что вы делаете симуляцию виртуальной реальности перед тем, как сделать это в реальности. Эволюция прототипирования. Она очень похожа на модель, то есть на эволюцию меденосителя. Так или иначе, просто в архитектурно-строительной отрасли, особенно если связано с машиностроением, либо, к примеру, атомной энергетикой, зачастую делается макет, то есть прототип. Вы тоже видели в первой презентации физические прототипы, да? То есть либо из пластика, либо из дерева создается модель будущего строительства или конкретного элемента здания сложного, и отрабатывается на нем именно процесс его постройки. Сейчас же это все можно сделать либо в 3D-модель, настоящая, это довольно часто используется, либо так называемые вот эти вот Immersive Environment Labs, либо это Cave, когда ты заходишь полностью, и ты можешь полностью погрузиться в мир виртуальной реальности, посмотреть, потрогать и так далее. Я здесь не включил, в этом слайде есть еще дополнительная информация, то есть не виртуальная реальность, а то, что они называют в Америке сейчас augmented reality. Augmented reality — это когда у тебя наложение виртуальной реальности идет на существующую реальность. То есть, условно говоря, что это такое? Возможно, вы все видели в фильмах, когда одевается шлем, и ты смотришь на реальность, но у тебя дополнительно высвечивается информация. То есть, теоретически ты можешь… То есть, сейчас вот в Мичиганском университете идут исследования, ребята одевают целый костюм с компьютером, с GPS-навигацией, который точно смотрит, в каком направлении ты смотришь, и он накладывает на изображение, которое идет тебе из реальности, дополнительную информацию. То есть, ты теоретически можешь идти по улице и смотреть, видеть, какие здания новые должны построиться. Или ты теоретически можешь прийти конкретно, встроить тот или иной объект, и, зайдя в пространство, ты уже видишь, что именно нужно построить, в каком виде это все будет. Образовательные примеры. Понимаете, то есть, то, что меня попросили, одна из вещей рассказать, как вот именно виртуальная реальность меняет типичное отношение, то есть, традиционное отношение к тому или иному действию, к тому или иному, к той или иной вещи. В данном случае это просто два примера о том, как был разработан образовательный модуль для именно как инженеров в архитектурно-строительной сфере. То есть, то, что люди обычно видят, студенты, двухмерные чертежи. Словно говоря, вот эти вот там трубы и куча различных других систем, которые я могу просто все это более детально объяснить. Так или иначе, это что-то, что зачастую студенты не видели в реальной жизни. Но даже если они придут в здание, то есть, можно поднять, снять подвесные потолки, увидеть эти системы, но все равно ты не увидишь полностью весь объем этой системы. То, что сейчас позволяют виртуальные прототипы сделать, что в образовательных целях, что в промышленных целях, ты можешь увидеть всю систему здания как единое целое. То, что, в принципе, до этого невозможно было даже физически посмотреть, потому что ты никакой образом не выдерживаешь все трубы или все воздушно-кондиционированные здания не посмотреть. А теперь ты видишь это как общий, то есть, у тебя есть визуализация всего этого объекта перед тобой на компьютере или в другом пространстве. Пример виртуальной лаборатории. Это Penn State Architectural Engineering. То, что было там построено, это, как я говорил, небольшой, как IMAX-театр. То есть, три экрана. За каждым экраном было два проектора. То, условно говоря, для того, чтобы получить вот этот стереоэффект, что ты видишь дистанцию до объектов, у тебя должна быть разная картинка в твоем правом и левом глазе. То есть, так, как делается в IMAX-театре, когда тебе эти специальные очки одеваются. Ну, вот тут лаборатория, которая довольно… То есть, никакой специальной дополнительной… То есть, не составляет дополнительной сложности. Ты можешь купить проекторы, ты можешь купить уже компьютерное обеспечение и так далее, которые уже доступны, не специализированные, а именно любой человек может купить в магазине стандартные проекты, стандартные видеокарты и так далее, для того, чтобы сделать такую лабораторию. И который позволяет работать в командах и одновременно анализировать, будь то какой-то учебный модуль, будь то это какой-то конкретный промышленный модуль, связанный с строительством. В данном случае, вот, вы видите, студенты анализируют одно из зданий в Penn State. Это пример, когда к университету обратилась компания строительная, они не успевали достроить здания, и проанализировав расписание, связав расписание с виртуальной моделью, мы проанализировали и нашли места, где строительная компания может урезать свое именно расписание, более эффективно произвести все процессы, и это сэкономило им где-то порядка полутора месяцев, а они опаздывали из-за того, что у них были непредвиденные условия в начале, и ежели бы они не сумеют сократить свое расписание, то у них были бы громаднейшие штрафы в районе сотен тысяч долларов. То есть в индустрии это называется все BIM, Building Information Modeling, это та терминология, которая сейчас используется. Я очень сейчас быстро пройдусь по слайдам, что такое BIM, как я уже говорил, то есть ты можешь каждому элементу здания присвоить дополнительные атрибуты. И здесь, даже если ты когда моделируешь, у тебя колонна будет, не просто колонна, но ты к ней можешь дополнительную информацию сказать, какой роду у тебя будет опалубка, какого рода у тебя арматура, то есть дополнительные все элементы, связанные с тем или иным элементом здания, который можно потом в виде базы данных вытащить из этой модели. То есть, соответственно, у тебя все это может быть в формате базы данных, когда ты сделаешь модель, одновременно вся информация об этом. Применение строительства. Это 3D-координация, как я уже сказал, 4D-планирование, и 5D-это оценка. Ту терминологию, которую используют. 3, 4, 5. Более конкретно, как вы видите, идентичные представления проекта, то есть человека только нет. Так, кликер. Дальше один из стадионов. Идентичное, то есть наложение многих чертежей и в 3D-модели. Разобраться можно намного лучше здесь, конечно же, вы видите, да? Этот процесс, когда столько много элементов различных моделей комбинируется в одну модель, чтобы получилась такая модель, где можно найти конфликт и потом его разрешить. Конечно же, это абсолютно точно, как вот в предыдущих презентациях говорили, это люди, которые любят играться, то есть это представители строительной компании, проектировщика, ну и моё кофе вон там стоит. И получается в результате такой проект. В данном случае применялась просто разработка, анализ, это был госпиталь, где во время строительства госпиталя нужно было держать вертолетную площадку, в которую доставляли все люди, которые построили во время автомобильных аварий в Северной Калифорнии. То есть пока процесс строительства идёт, в течение 20 минут нужно было дать возможность строительной компании прекратить все работы для того, чтобы в этом пространстве не было никаких помех для посадки вертолёта. То есть тоже было проанализировано и спланировано. 4D-моделирование я уже объяснял, 3D с расписанием, рассматриваете полностью весь процесс строительства, точно так же со стадионом. И 5D-эстимейтинг, что это такое? Это когда у тебя визуально, ты можешь вытащить каждую систему зданий и дополнительно прибавить им стоимость. Таким образом проанализировать различные варианты стоимости проекта. В этом, в принципе, у меня на этом заканчивается презентация. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...